Конечно, невидимость из одной точки или в одном направлении – это хорошо, но нельзя ли сделать полное невидимое? То есть, сама идея изоманчена – это сделать такую систему зеркал или тело, которое имеет полностью зеркальную поверхность, которое было бы не видно вообще ниоткуда. То есть, вот стоит что-то такое с зеркальной поверхностью на столе, и мы его не видим, с какой бы стороны мы ни зашли. Вот это была бы замечательная такая невидимость, но, к сожалению, такой невидимости добиться невозможно. То есть, из нескольких точек, чтобы невидимость была – это можно, а вот чтобы полное, чтобы из какой бы точки не смотреть не было бы видно – вот такого нельзя. Это доказано математически. И, наверное, я попробую дать идею доказательства, попробую объяснить идею этого доказательства. Хотя, на самом деле, для полного доказательства, наверное, все-таки требуется знание математики, которая выходит за пределы школьных программ. Но идея вот какая. Предположим, что у нас имеется какой-то невидимость цели. Мы хотим ввести доказательство от противника. Предположим, что у нас имеется невидимость цели. И давайте заключим его внутрь какого-то невидимого тела, пускай в двумерных случаях. Я буду ввести доказательство на плоскости, хотя точно такие же рассуждения годятся и в пространстве, и вообще в пространстве его земли. Предположим, что у нас имеется невидимое тело, и заключим его к заключению внутрь. Например, внутрь круга. Тогда любой луч, который пересекает этот круг в направлении внутрь, после отражения от нашего тела, в общем, совершит несколько отражений от нашего тела, и дальше будет двигаться таким образом, чтобы начальный отрезок и конечный отрезок находились на одной прямой. И давайте построим второй экземпляр того же самого круга. Но только на этот круг не будет ничего. И луч света будет проходить его насквозь, не встречая ничего по боксу. И, конечно, длина вот этого луча будет меньше, чем длина новоначального луча. То есть, если сама точка, эта точка и эта точка одна и та же, если направления здесь и здесь совпадают, то длина вот этой лунной будет всегда больше, чем длина вот этого отрезка. Теперь я должен ввести понятие фазового пространства. На самом деле, в математике часто для описания движения кофта объекта используют не только точку, в которой он находится, но и скорость. В данном случае скорость можно описывать с помощью негла. И вместо этого объекта круг с невидимым телом внутри, давайте мы построим следующий объект уже трехмерный. На горизонтальной плоскости тот же самый круг, вот с этим как бы мы видим тело внутри. А по вертикали отложим отрезок от нуля до двух, который будет изображать угол, под которым движется луч. И у нас получится вот нечто следующее, вот такая картинка. То есть круг по горизонтали и отрезок от нуля до двух ввертикали у нас получается цилиндр. Внутри у нас получается, внутри этого цилиндра заключено тоже нечто цилиндрическое, образованное невидимым телом. Мы его подняли вертикально тоже на расстоянии дворки, получилось тоже что-то такое внутри. Теперь ломанное движение света будет изображаться, значит, каждым таким движением светового луча сопоставим вот на этом изображающем трехмерном объекте следующее движение. Вот у нас начальный отрезок. Мы здесь тоже нарисуем такой же отрезок, но только на горизонтальной плоскости, которая соответствует уровню φ. То есть вот начальный отрезок будет лежать на горизонтальной плоскости уровень, который равен φ. И вот он продолжается от боковой стенки цилиндра до стенки невидимого тела, от которой он отразился. Если мы возьмем горизонтальное сечение, то мы получим в точности ту картинку, которую там нарисуем. Теперь предположим, что после отражения лучше пошел по другому φ. На этой изображающей картинке нарисуем отрезок, который соответствует тому отрезку, но уже на уровне φ. После еще одного отражения, третий отрезок уже пойдет в углу φ2, мы нарисуем третий отрезок, но уже на уровне φ2. В итоге исходные ломаны превратятся в набор отрезков, каждый из которых находится на уровне φ1, φ2, которые соответствуют этому углу. Если посмотреть сверху, то мы получим ровно эту же уровню. То есть проекция вот этих всех отрезков на горизонтальную плоскость как раз и получится вот этот сам уровень. А делается это в отличие. Очень важный результат заключается в том, что два световых луча не будут пересекаться в этом представлении. Если мы возьмем два световых луча, которые я изображу 12-16 таким образом, на этой картинке они пересекаются в какой-то точке. Но представляющие трехмерные картинки они не пересекаются. Почему они не пересекаются? Потому что вот эти два пересекающихся отрезка находятся под разными углами, поэтому здесь они будут разнесены. Их проекции пересекаются, но сами они не пересекаются. И точно так же получится для этой картинки представляющий трехмерный цилиндр для этой картинки будет выглядеть следующим образом. И тут все гораздо проще, потому что это будет просто настоящий цилиндр, и вот луч, которая идет под углом, он будет вот так пересекать цилиндр по какому-то горизонтальному отрезку на уровне, на высоте, который соответствует вот этому значению. И если посмотреть повнимательнее, то получится, что трехмерные представляющие пространство как в этом, так и в том случае, они будут как бы расслаиваться на траектории. Вот. Произойдет расслоение, потому что они между собой не пересекаются никак. Вот как вот на низ такие расслоения на низ. Причем в первом случае длина вот этой разорвутой нити будет всегда больше, чем во втором случае. Но с другой стороны объем самого пространства здесь будет меньше, чем объем цилиндра здесь. Почему меньше? Потому что здесь мы видим полный цилиндр, а здесь из цилиндра нечто вымутное, что соответствует невидимому телу. Объем пространства, в котором живут вот эти лучи здесь меньше, а там больше. Но с другой стороны длина каждого представления луча здесь больше, чем та. С другой стороны математики знают, что чтобы получить объем полного пространства нужно просуммировать все длины лучей. Конечно, в математике лучей бесконечно много, поэтому математики называют это интегрирование. То есть вот как бы непрерывное субмирование, это интегрирование. Мы должны просуммировать все длины лучей и в результате мы получим объем пространства. Поскольку длина каждого луча здесь или каждого представления луча больше, чем в втором случае, то и объем должен получиться здесь больше, чем в том случае. Но на самом деле объем получается здесь меньше. И это приводит к противоречию. Я попытался вот как-то изложить идею. На самом деле, конечно, математических средств недостаточно, но сама идея заключается вот именно в этом. В том, что длина луча в первом случае всегда больше, чем в втором, но с другой стороны объем, внутри которого живут все эти лучи, в первом случае меньше, чем в втором случае. Спасибо.